Климат-контроль, римский профиль и ванилин. Фермеры Вяземского района готовы на многое, чтобы их крестьянские хозяйства были лучшими. В июльскую жару они даже намерены установить кондиционеры в помещениях, где выращивают грибы. Сегодня к тем, кто успешно работает на земле, отправилась Елена Парфенова. На уникальной троице теперь держится все стадо коз фермера Камалова. Житель Отрадного, человек увлекающийся и разносторонний. Он и обладатель дальневосточного гектара, а теперь и экзотических восточных пород. Эдуард Камалов привез в Вяземский район единственного на всю округу козла породы Камари. Его родина Пакистан. Необычный окрас, длина ног и ушей. Есть еще два нубийца. Их тоже с местными не перепутать. Римский профиль, глаза напоминают оленей, массивный крутой лоб, но ценят их явно здесь не за это. У них, во-первых, вкус молока пломбирный, от их потомства. Потомство хорошее дают, крупное мясо. Вообще порода мяса молочная, мясная порода. Ну и они не склонны к многим болезням, которые, в принципе, наши местные козлы, козы склонны. Нашу духоту эти гастарбайтеры переносят хорошо. Достается им только от гнуса. Но здесь в помощь фермерам, как мамочкам с малышами, раствор ванили. Он решает проблему с мошкой. Но на соседней улице от Радного от жары в буквальном смысле чахнет дело другого фермера. Александр Кожухарь только к этому лету воплотил в жизнь свой первый бизнес-план по строительству цеха по выращиванию вешенок. Урожай радовал практически сразу после запуска производства. Сейчас сложновато. При такой жаре тоже грибам плохо. Начинают от жары скручиваться вот так. Теперь намерен в цех кондиционер установить. Климат-контроль необходим этому направлению крестьянского хозяйства. Увлажнитель работает. Лампочки создают специальное освещение именно пасмурного дня. И тогда можно будет говорить о развитии. Хочет солить вешенки. На это вдохновили друзья из соседнего села. Это их науха. Они нам как бы свою рецепцию, свою технологию передали. Как только пойдет дело, готов подавать документы на другие субсидии. А они в районе есть. Только поддержка сельского хозяйства составляет порядка 8 миллионов рублей. Елена Парфенова, Роман Матвеев, Вести Хабаровск.